5 июня в более чем 100 странах мира отмечали Всемирный день окружающей среды. Его считают одним из самых важных событий экологического календаря. Ежегодное празднование Всемирного дня окружающей среды помогает привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды и подчеркивает острую необходимость в изменении отношения человека к природным ресурсам. Именно в это время специалисты Гороинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды поднимают важную животрепещущую тему – слетки, птицы, которые только учатся летать и отношение человека к ним. О том, как правильно себя вести, если вы обнаружили слетка, рассказывает Анна Янович. Время с мая по июль – интересный птичий сезон. Птенцы покидают гнезда, учатся летать и жить самостоятельно. И это естественный процесс, учебный. Здесь природа все предусмотрела. Учеба проходит недалеко от гнезда, где родители продолжают опекать птенцов и подкармливают их. Поэтому, если вдруг вы увидели слетка, не трогайте его, не создавайте птицам трудностей. Именно в этот период, с мая по июль, в Гороинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды поступает много звонков от населения. Люди сообщают о том, что нашли птенцов на земле. Несколько дней назад добросердечные горожане подобрали двух еще не оперившихся слетков – птенцов хищной птицы. К нам обратились жители нашего города, которые ехали из Столинского района. Во время дороги остановились, возле упавшего дерева нашли гнездо, которое находилось на этом дереве, и рядом лежали птенцы. За время пути до Пинска они выложили в соцсети с просьбой о помощи, помочь данным животным. И эту запись заметили в центре помощи диким животным «Сирин», который находится под Минском, в котором мы плотно работаем. То есть уже были неоднократно случаи, что мы передавали диких животных им, особенно это либо аисты, либо лебеди. И с данного центра дали номер нашей инспекции. Мы отозвались. Это уже было нерабочее время, то есть они привезли. Время уже было вечернее, поэтому на ночь инспектор Максим Михаевич оставил птенцов у себя. Созвонились с центром, они нам объяснили, чем кормить сырое мясо. Процесс кормления, то есть три раза в день. И опять же потом откликнулись тоже сети неравнодушные люди, чтобы помочь передать данных животных в Минских районах. И в субботу с утра мы их благополучно отправили, они были доставлены в этот центр. Конюк обыкновенный, семейство ястребиных, то есть это хищная птица. Если птицу оставлять до его момента, чтобы он подрос дома, искусственно кормить, то данная птица уже не адаптируется к условиям обитания в естественной среде. И она будет обречена, наверное, на гибель. То есть гороинспекция призывает не подбирать птиц. Даже если уже случилось так, что забрали домой, то чем можно быстрее в то место, где нашли, занести, поднести, подсадить на ветки либо кусты. Слетки, как правило, еще не полностью оперившиеся птенцы. Маховые и рулевые перья у них частично в трубочках. А птенцы сов и вовсе покидают гнездо, еще будучи в пуховом наряде. У птенцов воробья края клюва украшены желтыми валиками. Они не совсем похожи на своих родителей. Часто именно это и становится причиной того, почему люди забирают якобы больную или недоразвитую птичку. На самом деле с птенцом все в порядке. Это ребенок, и он скоро вырастет и станет выглядеть взрослым. Что же делать в случае, если вы нашли слетка в городе? Вам необходимо осмотреть это место, опасно оно, не опасно оно. То есть, может быть, опасность представляет детская игровая площадка, проезжая часть, место выгула собак. В таком случае птенца необходимо отнести недалеко от места, где вы его нашли, и просто подсадите на дерево, либо в кусты, а родитель уже сам найдет. Ну а если вы обнаружили птенцов в дикой природе, в лесу, на поле, около водоема, отойдите подальше и не становитесь причиной стресса для птенца и его родителей. Если вы уже забрали птицу домой, как можно скорее верните ее на то же самое место, где взяли. Желательно посадить птенца на ветку, либо на козырек подъезда или крышу гаража, чтобы по вашему запаху его не нашла собака или кот. Инспекция в который раз обращается с просьбой ко всем, кто беспокоится за слетков. Не трогайте птенцов, не нарушайте естественные природные процессы.